Здравствуйте, зовут меня Суханов Александр, 25 лет, хочу прочесть стихотворение собственного сочинения. Здравствуйте, меня зовут Суханов Александр, творческий псевдоним Саша Висмут. Хочу прочесть стихотворение о любви, называется «О мадам». О мадам, вы так печальны, у вас так тяжко на душе. Меня считаете банальным, но вас люблю давно уже. К чему слова нужны поступки, но вам важны одни слова. Я подарил вам незабудки, но вы прогнали вновь меня. Вы мной играете, я знаю, вы только пользуетесь мной. Но без вас я погибаю, и без вас я сам не свой. О мадам, вы так жестоки и так холодны ко мне. К чему нам все эти тревоги? Придите хоть ко мне во сне. Наступит время, вы поймете, когда отвергнете меня. И вы за мной вслед пойдете, но не буду ждать вас я. Поймите вы, терпел я много, а больше ждать я не могу. Пойду я в дальнюю дорогу, быть может, там любовь найду. Все, спасибо. Так, смотрю, вы размечтались, Александр. За вами я не пойду. Не пойду, да. И люблю я розы, если что. Они просто слова. Я не экстрасенс, я не знаю. Да, просто незабудки, да, просто незабудки. Саш, ваши стихи, да? Мне, в принципе, все очень понравилось. Ну, потому что, наверное, отчасти это было адресовано мне, мне так приятно. Я люблю, когда... Как тут одна девушка все-таки. Люблю внимание. Да, Саш, я говорю вам «да». И жду вас во втором туре. То есть во втором туре также я могу причесть какие-то другие стихотари? Тоже посвященные мне, вы же понимаете, да? Ну, конечно, о чем разговор? Договорились. Все, хорошо, спасибо. Саша, скажите, пожалуйста, чем вы будете удивлять во втором туре? Ну, если можно, я, может, приду с гитарой, спою что-то. А если нет, то также продолжу читать стихотари. Нет, я не могу понять, вы музыкант или вы... Ну, автор, исполнитель своих стихов и песен. А кто ваши песни исполняет, кроме вас? Я. А давайте что-нибудь о капельне тогда. Нет, о капельне я не буду петь. Почему? Ну, во втором туре. Я предлагаю, чтобы мне исполнить сиренаду. Под гитару во втором туре. Да, я принесу, было хорошо. Все, договорились. Я принесу второй тур гитару. Да, да. Нам уйти? Вы вдвоем уйти? Не знаю, думайте. Да, мы останемся тет-а-тет. Да, я не против. Ради Бога. Главное, чтобы вы подходили, мои коллеги. А так, дай Бог, я вам желаю счастья только. Все. Я говорю, нет. Я скажу, почему нет? Потому что много людей, кто читает стихи и пишет. Ну, в этом нет ничего такого сверхъестественного. Ну, я не знаю, ребят, ну, простите. Я не вижу в этом таланта. Вы хотите какой-то медийности, я так понимаю, да? Нет, я просто сейчас хотел предчесть стихотворение. Ну, и что вы этом хотите добиться, чего в дальнейшем? Чтобы вас узнавали в лицо или в чем смысл прийти в шоу талантов? Жизнь покажет. Я говорю, нет. Коротко скажу, нет. По одной простой причине. Потому что не за деле. Вас я не должен был сделать. Нет, не за деле произношением, да. Вы не втянули в свое произведение других людей, которые хотели со стороны наблюдать. То есть ваше признание, ваши слова, адресованные к очаровательной Ксении, мы должны были в связи с участниками этого процесса, да. И нам, ну, как бы, мы хотели бы знать, что будет дальше. Мы хотели бы, ну, не знаю, погрузиться в это. Подожди, какое продолжение? Но меня не задело, то есть, и не задело даже еще по произношению. То есть у вас однотипное видение стиха. Жестокие. Жестокие. Ну, в общем, коротко и просто нет. А я бы вот вам посоветовал, вот, не ходить по кастингам, а вот пойти в какое-нибудь издательство, договориться с ними, издавать прекрасные... Сейчас ты крас над этим работаешь. Ну, я думаю, что вы просто сегодня время и наше, и ваше зря тратите. Я еще раз говорю, нет категорически. Нужен опыт и практика в любом деле. Саш, ну что, я могу тебя поздравить, ты прошел во второй тур. Да, спасибо. Но давай вот отметим тот момент, то, что когда я шла с тобой, да, на эту студию ты сказал, что стих будешь посвящать мне... Я сказал, если будете сидеть в жюри. Так, ну я сказал, что в жюри я сидеть не буду, но буду все слышать. Окей, как мы будем этот стих делить? А там все поровну, шесть стих. Да, не забуду к этому, не после не забуду к этой Ксении. Ну, можно и так, можно поменяться потом. Хорошо, хорошо, ну что, ты прошел во второй тур, и я хочу тебя поздравить. Мы ждем тебя здесь, на этой сцене, но уже с другими стихами. Может быть, ты еще там что-то там преподнесешь нам и нашим жюри. Я возьму всех в совокупности, и ребят тоже. Ну, хорошо, до скорых встреч, удачи. Все, спасибо, счастливо, до свидания.